Так выглядит древнегреческая зернотерка. С ее помощью хозяйки добывали муку для приготовления хлеба. Чтобы испечь одну буханку, требовалось несколько часов вручную перетирать пшеницу. Такая зернотерка имеет нижнее основание и вот такой вот терочник круглый клали пшеницу, клали зерно, любое зерно, и вводя сверху этим терочником, растирали. Эти экспонаты датированы вторым веком до нашей эры. Весь сельскохозяйственный комплекс был найден на раскопе древнегреческой усадьбы в хуторе Рассвет. По словам археологов, в то время древнегреческим плугом было специальное приспособление – рало, детали которого можно увидеть на стенде. Оно имело деревянную основу и металлический наконечник. В рало запрягали скот, чтобы вспахивать почву. Непримечательные на первый взгляд металлические фрагменты имеют большую ценность для историков. Развитие технологии можно подчеркнуть. Можно подчеркнуть состав самого предмета. Развитие металлургии можно подчеркнуть. Можно подчеркнуть обработку почвы. Приемы обработки почвы. Можно говорить о тех растениях, которые вырастены. То есть, если виноградный, то явно лазарский. Если пропашные, значит зерновое земледелие какое-то. И многие другие вещи, связанные с экономикой, связанные с тем, как человек жил в то время. И создают свой штрих в общую картину создания мира античного времени. Серпы для сбора урожая, виноградарские ножи, древнегреческие монеты и сосуды – все это можно увидеть на выставке до октября. Тематические фондовые экспозиции стали здесь традиционными. Музей Горгипя уже рассказывал своим посетителям о древних рыболовных снастях и глиняных светильниках. Есть планы и на следующие экспозиции, одну из которых составят терракотовые статуэтки. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.